привет друзья вы смотрите банальное тв с вами турбо и сегодня я продолжаю играть в floating sandbox у меня уже в голове все названия игр вот эти sandbox world box хрен бокс в общем все переменялось поэтому могу назвать неправильно в общем мы играем в sims 4 на самом деле нет это естественно floating sandbox друзья достаточно редко в последнее время записываю эту игру потому что вы ну не сильно прям хорошо ее поддержите поэтому ребят если вы прям любите floating sandbox влепите лайк чем больше лайков тем больше шансов что я буду записывать эту замечательную прекрасную офигенскую игру кстати у меня самый популярный ролик по этой игре скоро наберут миллион просмотров понимаете миллион просмотров миллион один ван миллион просмотров хороший 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 английский у меня друзья в общем сегодня у нас опять замечательные подлодочки давайте посмотрим что будет если в подлодку будет долбить на молния долбить молния давайте опа сделаем нас замечательный шторм шторм ты бежишь к нам ты летишь к нам шторм я вроде затриггерил шторм да вот alt l мы можем 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 долбить подлодку подлодку ну смотрите кстати вот эти части они не ломаются а вот это вот сверху какие-то там проводишки или что какие-то да какие-то штучки нормально так долго сейчас ой-ой-ой-ой сейчас еще и цунами будет подлодка она должна уйти на дно потому что она боится всего этого поэтому берем ее и грабим делаем граб здесь мне хватит сил ее взять под низ на дно давай 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 а там вода там волна набирается потому что там поврежден люк поврежден люк друзья но это все мне кажется что это самый настоящий триндос триндец и так далее да к сожалению наше судно наше судно пошло ко дну капитан третьего ранга бурбентий тональный вместе со своим экипажем героически ушел на дно хотя мог не идти просто плыть дальше потому что в принципе то это был просто обычный дождик так скажем дождик 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 знаете что не хватает нет а надо немножечко здесь где-то сделать бережечку такую маленькую вот здесь вода вода вот сюда пошла это не та песня тут нужен похоронный марш это какой-то этот марш из звездных войн и раньше я думал что называется не звездные войны типа ну не войну не от слова война от слова войны типа звездные войны я ну когда маленький был был маленький понимаете глупенький маленький да глупенький турбенте банальный такое тоже было друзья все наша подлодочка ушла на самая данища данищинская поэтому теперь мы убираем другой корабль другое судно теперь у нас вставится автоматически на паузу и вы просто скучаете о красный октябрь дорогие друзья 1990 1990 год подводная лодка red october или красный октябрь ссср вышел на путь уничтожения американских какашек друзьям я несу полную чушь иногда иногда я всегда в общем смотрите что мы делаем помните я раньше делал замечательные вещи которые назывались долбани меня турбенте они примерно так назывались мы берем свирл берем вот так вот давай 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 повыше 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 это как-то так о-о-о-о кстати жалко нельзя замедлять время может можно но вроде нельзя и на 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 об на 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 ну ладно хрен с ним перереспавлимся теперь сайт парит сохраняется сохраняется при перереспавливание сохраняется все что мы делали с землей давайте мы пойдем во первых на дно у кстати есть какая-то скорость метр в секунду насколько сильная запустил что ли 43 метра в секунду вот так 107 понял понял принял дорогие друзья я хотел что я хотел вот как бы вот мы на дне вот мы на дне да блин она слишком легкая ядрит тебя колотить это мне не нравится короче вот она такая плывет здесь так тихонечко 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 сама по себе всплывает мне это не нравится проблемы с этим жалко что нельзя убирать не знаю тяжесть материал даже подлодка сама по себе должна идти ко дну а не вот так вот вставать как по утрам стебелек так скажем да стебелек по утрам иногда бывает неважно друзья иногда лучше просто не слушать турбенца банального и смотреть видео без звука потому что это просто приводит к психическим отклонением примерно такие как у меня ладно это шуточки шут все шутки шутками ладно что-то этот ред октобер мне не очень нравится поэтому давайте мы его взорвем к хренам собачьи берем что берем rc бамбе так туз где-то нейт итак друзья туда не слишком как это грустная музыка ну да ладно идем дальше друзьям выбираю новые новое подводное судно на котором мы с вами отправимся в путешествие на дно морское курс курс у нас принципе уже когда-то был во мне очень понравилось что я вообще снимал про курс поэтому больше про курс постараюсь не снимай дорогие друзья что-то блин а где в подводные водки по подводные лодки хотел сказать куда нету 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 закончились закончились да не может быть такого турбенте есть короче подводная база а я вроде бы снимал про него да такая мая о вот вот она идет так я сказал она идет ко дну так давайте что такое вот она должна находиться на дне она капец маленькая и вдруг откуда ни возьмись вот здесь вот произошла вот такая штучка и вот здесь тоже давай тони потому что ты должна быть под водой не над водой подводная ты подводная база under water base они надводная база ой-ой-ой-ой долбежка нормально долбежка прозра прошла успешно так скажем так водичка набирается водичка берёте суда-то не набирается сейчас будет набираться ничего турбенте сейчас все наберется нужно только время время деньги дорогие друзья все набралась водичка ладно это не то что хотел это не то что у нас кстати есть еще одна подводная база, она прям, она огромная. Но она, наверное, тоже не будет тонуть. О, Тайфун. Тайфун. Ну, Тайфун, я, блин, сто раз его показывал. Это вам Тайфун. Он не очень. Стар Дестроер. Ой, это что-то из Звездных Войн, да? Хоть это не совсем подводная лодка, но выглядит круто. Выглядит круто. Интересно, у него есть вот эти вот, как там? Допустим, представим, что мы в воздушном космосе, в подводном космосе, да? И... И... Не, ну он слишком маленький, друзья. Он слишком маленький. Не важно. Есть космический шаттл, кстати, большой ли он? Он тоже маленький, но он, кстати, прикольный. Но при чем тут вообще космический шаттл и... Так скажем, вода. Ну, как бы. Есть, кстати, ансинкл, типа непотопляемый. А это реально, да? Это реально такое судно, наверное. Ребята, кто шарит, напишите в комментариях. Так. Посмотрим, насколько он непотопляемый. Если он вре... Кстати, смотрите. Ну, как бы нормально. Ладно, давайте мы его проверим не так. Мы его проверим вот так вот. Ну и как бы какие-то злые люди сделали бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Сделали. Вот такой вот. Ё-моё! Ну, сейчас мы посмотрим, насколько ты непотопляемый, дружок. Непотопляемый, дружок. Так, водичка набирается. Я уже вижу, я уже вижу, что он не такой уж и непотопляемый, друзья. Поэтому, если вы вдруг увидите судно, которое называется Непотопляемый, и вы решите на нём поплыть в шторм, в бурю, в цунами, в ураганы, во взрывы, я бы на вашем месте немножечко, хотя бы самую маленькую малость, подумал бы, стоит ли это того. Потому что, ну, да, написано Непотопляемый. Но, друзья, на заборе тоже много чего написано. Почему музыка такая весёлая? Ту-ду. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду. Мы веселимся, потому что мы тонем. Ладно, ребят, на самом деле, что я вам хотел сегодня показать вообще. Прикольную подводную, подводную лодку. Вот такую вот. Так, вот это надо убрать. Это не совсем подводная лодка, это, скорее всего, космический корабль из мультфильма. Напишите в комментариях, из какого мультфильма, я просто особо не шарю. Вот. Я раньше подобные мультфильмы особо не смотрел. Я смотрел там, не знаю, дюймовочку. Ну, ладно, нет. Я смотрел другие мультфильмы. В общем, не важно. Немножко, конечно, по-шакалистому. Он как-то сделан, вырезан как-то хреновенько, да, но тем не менее. Само по себе, по-моему, ой-ой-ой, по-моему, прикольное судно. Отвалил, точнее, космический корабль, скорее всего. Отвалился хвост. Отвалился хвост. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-й. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это было слишком жестко. Нельзя его как-нибудь, блин, вот кто-то хреново так обрезал, что вот руки бы, руки бы оторвать. Смотрите, я могу получше сделать А я, кстати, реально могу получше сделать Могу вот так вот пилой здесь поработать Будет лучше вот это беленькое отрезать Кто-то, походу, не умеет просто работать О! Работать с графическими редакторами, да? Такими как Paint Такими как Photoshop Такими как Avatan Plus Блин, я отрезал хвост Ладно, в общем, в чём прикол? Мы находимся с вами под водой Под водой Под водой у нас не очень много места, на самом деле Тихо, родной Блин, что-то тут везде неглубоко Ну да ладно Вот, в общем, мы находимся под водичкой И вдруг Откуда ни возьмись Пришла химичка Нет На самом деле взорвался Что, тут какой-то реактор Какой-то Сзади вот что-то взорвалось Взорвалось Такое может быть Делаем detonate И этот взрыв привёл к тому, что наше судно Оно вроде пытается улететь Взлететь из-под воды, но Все попытки тщетные, друзья Потому что вода уже набирается Воды уже дохренища Дохрена Очень много Да-да-да Она переливает Да, всё Под эту музыку хочется Засыпать Но Мы не можем спать Потому что наше судно Наш Космический Футуристический Подводный корабль Терпит бедствия, друзья Если вы это слышите Мы ждём вас Помогите Спасите нас Мы всё ещё под водой Вода уже близко Я уже Не могу дышать Помогите Помогите Ладно, ребят Это Был урок Плохого Актёрского Мастерства Друзья В общем Обязательно Подписывайтесь на мой канал Если вы вдруг ещё Этого не сделали Ставьте свои большие пальцы Вверх Пишите свои комментарии Тогда новая серия по Флорингсэндбокс Не заставит себя Долго Ждать